Так, всем привет! У нас девятое занятие. Если я не ошибаюсь, девятое же, правильно? Питер, привет! Девятое занятие сезона, и мы с вами сегодня будем отрабатывать важную тему и подсоединять всё, что мы с вами обсуждали. Я повторюсь, что у нас здесь есть две категории людей. Первая категория – это те, кто испытывает тревожные невротические расстройства. И вторая категория – это те, кто просто хотят научиться управлять своими эмоциями и разобраться в таком понятии, как стрессоустойчивость и эмоциональный интеллект. Я напоминаю, что всё, что я рассказывал, одинаково применяется и применимо к двум категориям людей. Если у вас есть невротическое расстройство, это значит, что у вас есть какие-то особые, сверхценные, ну, назовём это недопущения, или сверхценные потребности, ну, они же, проще говоря, сверхценные недопущения, чего быть не должно, потому что доказывает опасно унижение, проигрыш, поражение, одиночество, катастрофа, и пошло-поехало это обоснование. И из-за этого недопущения, из-за вот этих вот особенностей возникает уязвимая часть. Если в жизни, я подчёркиваю, если, не всегда, в жизни происходят события, которые регулярно, постоянно, или вдруг случаются в жизни человека, у него происходит невротическая реакция. Невротическая реакция, если эти события случились, вдруг было всё хорошо, и вдруг случились события, которые в аккурат, как снайперский выстрел, попадают вот в эти сверхценные недопущения, или, как в патогенетической концепции говорится, в сверхценные потребности личности, возникает невротическая реакция. Если же эти обстоятельства, которые, как пациенту кажется, противоречат, или, значит, попадают, как снайперский выстрел, да, как я уже сказал, в сверхценную историю недопущения, происходят регулярно, затягиваются, систематизируются, и хронифицируются жизни, то человек получает генерализованное невротическое развитие, это такие вещи, как генерализованное тревожное расстройство, ОКР, такая регулярная социофобическая конструкция, обсессивно-компульсивная конструкция, в которой компульсии носят смысл снятия напряжения, также носят смысл компенсаторного поведения, что бы только не было, если вдруг, так или иначе, всем этим правит недопущение. Поэтому основная задача людей, которые пришли на сезон, это выяснить одно, что всё, что, даже если вы из второй категории, кто не страдает расстройством, но хочет научиться управлять эмоциями, что всё, что создаёт невротические реакции, всё то, что подкрепляет невротическое развитие, всё то, что просто вызывает эмоциональные периоды и эмоциональные высокие, скажем так, обреакции, вся эта история связана только с одним. Она связана с чем? С вашим недопущением. Всем это понятно. Соответственно, проблема заключается в том, как я уже рисовал вам раньше, что у каждого недопущение, если мы возьмём человеческий список такой, жёсткие недопущения. У каждого недопущения есть компенсаторное поведение или защитное поведение, как хотите. То есть, невротик так работает. Что бы ни случилось того, что я не могу допустить, мне надо как-то себя вести или что-то сделать. В социофобии мне надо всем нравиться, в недопущении одиночества мне нужно вести себя так, чтобы не остаться одному, в каких-то других недопущениях. Как-то себя надо вести так, чтобы только не прийти к этому. Невроз возникает тогда, когда ситуации происходят таким образом, что, во-первых, не работают поведения и они просачиваются в недопущение. Ну, у вас не получается произвести на кого-то впечатление или вы начинаете не реализовывать те поведенческие механизмы, которые приведут вас к недопущению. И тут начинается вся тревога. И уровень этой тревоги прямо пропорционален только одному. если здесь очень сверхэмоциональное отношение к недопустимому. Потому что если бы мы эти рамки недопущения трансформировали бы в более рациональные, более взвешенные, более вариативные, исходя из позиции «А что, даже если?» То тогда или «А давай представим, что тогда?» Тогда что? Или «Да, не хотелось бы, да, печально, обидно, досадно, но я понимаю». Весь затык терапии, как правило, заключается в том, что человек все понимает, но он никак не хочет и не может с собой договориться по поводу недопущений. Причем они работают от мала до велика. Вам наступили на ногу метро, либо у вас что-то там с личной жизнью происходит, да? Это надо тоже видеть. Соответственно, ваша основная задача на сезоне это уяснить именно вот этот элемент. Сегодня мы продолжим развивать критическое мышление и развивать работу с недопущениями в такой части, которая называется принятие решений. принятие решений составляет такое сочетание, как эмоциональный интеллект входит в ее состав, потому что как при невротических расстройствах, так и при общем эмоциональном состоянии принятие решений является сегодня в современном мире фундаментальной такой структурой, которая непосредственно мешает людям двигаться вперед раз, но если мы говорим про тревожные расстройства, то эта структура создает очень часто все самые тревожные расстройства. Два. Почему так происходит и как это работает с недопущениями? Происходит это потому, что человек не способен или не может принять решение секундочку не может принимать решение потому что есть какие-то недопущения. Например, если я не допускаю, ну сейчас самый простой такой кейс, чтобы вы поняли, если я не допускаю неудачи, поражения, проигрыша, потери, пожалеть, разочароваться, если я не допускаю каких-то последствий, то я не смогу принять решение. То есть, тема принятия решений затягивается в жизни человека, откладывается, под него подкладывается симптоматика, это то, что называется вторичная выгода симптома, только потому, что человек не может допустить какой-то негативный вариант развития событий. Опять же, видите, тема недопущений опять тут как тут. Соответственно, если вы это поймете, то вы сами для себя сформулируете ту философию и те слова, которые лично для вас подойдут для того, чтобы говорить «а допустим, если», «а допустим, если», то тогда, «а допустим, если», «а допустим, если». Вот тогда у вас все будет получаться. Значит, когда мы говорим о принятии решений, есть три стратегии. Light, Medium, Hard. Это три варианта развития событий. Или три вообще взаимодействия с событиями. Light стратегия это оставить все как есть. Подстроиться это стратегия скажем так выгоды. например, вам сегодня некуда увольняться, хоть вам и не нравится ваша работа и вы понимаете, что если вы уволитесь, то собственно говоря, у вас будут финансовые затруднения, потому что подушки безопасности у вас нет. Поэтому есть стратегия Light, где вы говорите, да, действительно, я понимаю, что мне некомфортно, да, действительно, мне хочется что-то другое, но я сейчас не буду сильно бурлить, не буду сильно булькать, потому что впоследствии я потеряю больше, или впоследствии я реально не смогу себя обеспечивать. Поэтому мне надо потерпеть, мне нужно найти здесь плюсы на этой работе и сказать, я здесь, например, там еще два-три месяца и с собой договориться о том, что это временно, нужно подождать. То же самое касается с молодым человеком, или с девушкой, или с какими-то обстоятельствами, где вы понимаете, что сейчас резко вам не выгодно или вам резко не с руки, как говорится, менять кони на переправе, и вы говорите, я пока что оставлю все как есть, потому что сейчас дергаться я не хочу. Вот одно только решение, я оставлю пока все как есть, дергаться не хочу, хоть мне и не нравится, это тоже решение. Медиум, ну давайте так, Хард, стратегия Хард это ультимативная стратегия, когда вы понимаете, что терпеть вы уже не можете, когда вы понимаете, что вас не слышат, когда вы понимаете, что те потери, которые вы несете, моральные, эмоциональные и прочее, уже преевольвируют над ситуацией, и вы начинаете уже говорить ультимативно. Либо ты меня слушаешь, и мы с тобой обсуждаем, либо я пошла. То же самое на работе, то есть радикальные вещи, уволиться, закончить отношения, уйти, расставить точки над «и», сесть, поговорить. То есть это вот такие радикальные решения. Подобные радикальные решения не редки в нашей жизни, и порой без них невозможно. очень много моих клиентов за 12-летнюю практику готовятся к таким радикальным решениям. Они готовятся к таким вот разговорам. Но опять же, почему готовятся? Потому что есть что-то, что они не могут допустить. А что будет, если произойдет что-то недопустимое? Например, что будет, если он расстроится, что будет, если мы расстанемся, и я не хочу этого, поэтому опять же вами будет управлять в переговорах только то, что вы не можете допустить. Если вы не можете допустить каких-то негативных сценариев, то вы вряд ли сможете пойти на стратегию Харт. Стратегия Медиум самая оптимальная, самая такая сбалансированная, я еще это называю волки сытые овцы целы, когда вы пытаетесь найти некий компромисс, где вы пытаетесь с человеком или с собой договориться, что вот сейчас давай вот так, но в то же время давай вот так. То есть эта стратегия хорошо применима к переговорам с молодыми людьми, с мужьями, с женами, эта стратегия применима к самому себе найти некую с собой некую золотую середину со словами давай договариваться. Так или иначе принятие решений опять же и в лайте, и в медиуме, и в харде оно всегда будет базироваться на одном могу ли я допустить чего-то самого худшего. Вот давайте сейчас каждый посидит и подумает чего он такого не может допустить когда он принимает решение, когда начались его невротические расстройства. Возможно и не редкость кстати, именно ваш случай я же вас всех не вижу, да, именно ваш случай связан с тем, что вы затягиваете принятие решения. Потому что нередко невротические расстройства, я подчеркиваю, нередко, далеко нередко, а достаточно частенько, они связаны с тем, что человек не может принять решение по какому-то локальному вопросу, и у него это вяло текуще тянется. И создается такой общенапряженный тревожный фон, который впоследствии начинает соматизироваться, создавать астаническое состояние, и вот это вяло текущее непринятое решение, оно постоянно где-то фоном в тревожном состоянии вас держит. Ровно так же я знаю огромное количество кейсов, когда человек тянул, 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 принимал решение, его жизнь конечно же менялась, его жизнь изменялась в лучшую сторону и в общем-то дальше все было уже по накатанной. Давайте посмотрим, что вы не можете допустить при принятии тех или иных решений и как это выглядит и в чем там собственно говорят чаще всего проблема. Ну первое, что типично для девушек и нередко для мужчин, но типичнее все-таки для девушек это то, что я останусь одна. Но связано это конечно же с базовым инстинктом, потому что человек инстинктивно трактует еще с древних времен, что если он останется один, это обрекает его на вымирание. Но вы должны себе очень четко дать отчет в том, что это древний человек был обречен на вымирание, потому что охотились стаями и в общем-то вы не живете в каком-то эпохе палеолита, чтобы так сильно по этому поводу переживать. Вы живете в современном мире, где есть огромное количество средств коммуникаций, где мир очень современный и реактивный, и иногда вам придется даже позаботиться о том, чтобы остаться одному, потому что вас будут донимать со всех щелей. Поэтому когда вам приходит история в голову, что я останусь одна или я останусь один, это иллюзия, с которой вы должны расквитаться. Вы можете сказать себе, я могу остаться без этого человека, я могу остаться без привычных для меня форм поведений, я могу остаться в новой для себя поведенческой конструкции, которая просто для меня неизведана, либо просто мне придется отказаться от привычного образа жизни, например, с этим человеком. Вот чего я боюсь, потому что это дискомфорт, но явно не потому, что вокруг меня волки, а я одна в этом самом несчастном лесу. То есть вы должны очень четко себе отдать отчет в том, что нельзя поддаваться на вот эту вот инстинктивную штуку, я боюсь остаться одной. Ну, если вы, конечно, бабушка там 80-летняя, у которой есть определенные проблемы с самообслуживанием, да, ввиду старческих заболеваний хронических, и она боится остаться одна, потому что она просто физически одна не может, то это другой вопрос. Но в вашем-то случае, я думаю, что все не так, и все по-другому, да? Что еще касается страха остаться одной? Здесь пошли дальше нас недопущения и убеждения, что я не встречу лучше. Вот это еще одна иллюзия с розовыми единорогами, потому что я не встречу лучше. Это чистой воды, вот такой вот фантазия ума, которая опять же растет из того, что человек, скажем так, просто-напросто боится, и человек испытывает фрустрацию и дискомфорт перед новым, новой формой поведения, или перед лишением привычных форм поведения. Помните, я уже говорил, что как только человека лишают привычных форм поведения, он сразу съеживается. Вот этот страх остаться одному, это и есть лишение привычных форм поведения, человек съеживается. И иногда, нередко даже, я бы так сказал, люди готовы терпеть некачественную жизнь, люди готовы терпеть очень посредственное отношение во всех смыслах этого слова только лишь потому, что новая модель пока что непонятная, для них фрустрационна. То есть, они говорят примерно так. Ну, я сейчас жестко приведу пример, но чтобы вы поняли. Пускай он лучше пьет, пускай у нас нет взаимопонимания, пускай у нас нет хорошего секса, но это лучше, потому что мне это привычно. Да, мне это не нравится, но это для меня такая привычная понятная модель, понятная модель, как мы поссоримся, понятная модель, как мы поругаемся, понятная модель, как мы померимся, потом понятная модель, как это все опять пойдет по тому же самому маршруту. Мне это, конечно, все пипец, как не нравится, но для меня это понятно. И вот это понятно, оно и держит людей от принятия решений. Потому что, давайте запишем Кто пишет, ребят Я знаю, что многие конспектируют Спасибо вам за это Что я хотел сказать Давайте запишем Вылетел из головы, видите, отвлекся на спасибо Как его Неважно, сейчас вспомню Продолжаем Вот Давайте поймем, что Вот эти вопросы принятия решений И вопросы одиночества Очень сильно связаны Добрый вечер, давайте идем дальше Значит, смотрите Что очень важно понимать К вопросу о Одиночестве в том числе Вот это вот А, пример-то я хотел привести Лучше я, значит, буду терпеть Да Лучше я буду Вот вспомнил, кризис, пишем Я все вспоминал, что я хотел вам вставить здесь Тезис Пишем, что такое кризис И вы поймете, что это тоже непосредственно связано с принятием решений Что такое кризис 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 Как вам кажется, что такое кризис Вот тебе говорят, кризис среднего возраста Или кризис Ну я сейчас не беру там финансовый Там какой-то там, фондовый Мы говорим просто в целом А что такое кризис Ну точка принятия решений Я согласен Да Здесь есть опытные уже люди Которые знают ответы на эти вопросы Пишем Кризис это тогда, когда старое не работает А новое не сформировано Кризис это тогда, когда старое не работает Или не удовлетворяет А новое не сформировано Вот и все Нет там никакого тупика Нет там никакого одиночества Нет там ничего, кроме одного у вас просто не работает или перестала работать или утеряна привычная модель. Я вам рекомендую, чем больше кризисов, тем лучше. Вот видите, как мы с вами различаемся по подходам. Вот вы говорите, лучше бы кризисов не было, а я говорю, что лучше бы кризисы были и почаще. И вы поймете, почему. Когда старая модель не работает, а новая не сформирована. Ничего большего в этом нету. Ничего опасного и страшного в этом нету. Такой же кризис человек переживает, когда ему надо принимать решения. Он не может просчитать. У него нет модели новой. И он говорит, я не могу отказаться от старой модели. Хоть эти отношения мне не нравятся, хоть эти обстоятельства мне не нравятся, но я их буду все равно удерживать. И вот способность человека уметь идти в новые горизонты с открытым забралом, со словами «я понятия не имею, как оно будет», но оно как-то будет выстраиваться. Знакомые нарабатываются, связи нарабатываются, все это в жизни обживается и нет никаких проблем. Понимаете? Потому что нет никаких кризисов. Есть только одно. Вы всегда, в точке зрения, опять же, нашей темы сегодняшнего принятия решений, вы всегда имеете одну проблему. Нету привычной модели. и отсутствие привычной модели вас жуть как фрустрирует. Вот прям до жути. Давайте задумаемся, а так ли страшно то, что вы утеряли привычную модель. Ну, привыкли вы жить в какой-то парадигме. У вас эту модель забрали. Да, вы в стрессе, и это нормально, пока вы новую модель не выстроите. Или, вот сейчас еще такой важный момент, экзистенциальный кризис, да? У вас был какой-то парень, или была какая-то работа, или был какой-то человек, и у вас забрали эту модель. Вы должны себе четко сказать, что я сейчас в стрессе, потому что меня забрали привычную модель. Но я не в тупике, я не в безвыходности, я не в депрессии, я не в какой-то там клоаке. Я просто нахожусь в ситуации, где у меня еще не выстроена новая модель. Новая модель на работе, новая модель в личной жизни, новая модель в социуме, и это нормально. Это потребует какое-то время, какие-то свидания, какие-то встречи, какие-то собеседования, какие-то попытки, и со временем у меня выстроится новая модель. И вот это надо понимать, потому что огромное количество людей просто сидят и тормозят и тупят, потому что они не могут понять одного. Им жестко страшно утерять привычную модель. Конечно же здесь надо оговориться, что просто брать хорошо рабочую модель и просто ее рушить ради того, чтобы рушить, это глупо. То есть мы понимаем, что кризис или принятие решения, оно как правило назревает ввиду того, что та модель, которую вы выбрали, она уже а, либо вас жестко не устраивает, б, она потеряла свою эффективность, и она больше не несет для вас никакой радости, никакого смысла, ничего не несет. и не надо удивляться, что если вы потеряли эту модель, то вы находитесь в каком-то временном фрустрационном состоянии, это нормально. Вам всего лишь на всего надо идти двигаться вперед, знакомиться, ходить на свидание, интересоваться, пробовать, пробовать и пробовать. Пробовать работу такую, пробовать работу такую, такую, ничего страшного, если вы куда-то придете, и вам что-то не понравится, вы уйдете. Ничего страшного, ходить на свидание, потом через какое-то время вам не понравится, вы пойдете еще с кем-то ходить на свидание, это нормально, но как бы в человеческой жизни, но для многих есть проблема, это опять же список недопущений, теперь представьте себе ситуацию, девушка или мужчина попали в ситуацию, где от него ушла девушка или ушел мужчина, у нее, как вы уже понимаете, образовался кризисный момент, под названием старая модель отсутствует, новая модель не сформирована, да, и вот она находится в этой ситуации, всего лишь навсего, надо начать двигаться вперед, надо начать знакомиться, ходить на свидание, давать кому-то возможности проявить себя, пробовать, пробовать, пробовать и пробовать, но у нее могут возникнуть убеждения или недопущения, что это плохо, самое страшное в этой ситуации это убеждение, что тот был единственным и главным, или мой, значит, у меня должен быть только один и первый и единственный, это конечно личное право каждого, я не хочу подвергать это критике, такой вы прямо намеренный, да, но вы поймете, что я к этому и веду, потому что чем жестче, пишем, это важно очень, чем жестче ваше недопущение или убеждение в попытках выйти в новую модель, тем хуже вы себя будете чувствовать и хуже вам будет в целом, объясню почему, опять же, потому что чтобы сформировать новую модель, вам нужно что? Пробовать, пробовать, пробовать и пробовать, но вы говорите, пробовать это плохо, пробовать это опасно, пробовать это некрасиво, пробовать это значит там размениваться, пробовать это вести там социальную какую-то странную жизнь, в общем там начинается ворох истории про то, почему так делать не нужно, и в итоге мы видим человека, который сидит дома, погрязший в своих убеждениях, не делает ничего для того, чтобы сформировать новую модель, и в утраченной старой модели он действительно начинает находиться в неком тревожно-депрессивном состоянии, всего лишь навсего, потому что новые модели не формируются, а старые отсутствуют. Вот каким образом и сюда подтягиваются вопросы недопущений, они всему голова, они управляют всем, будь то принятие решения, будь то выхода из кризиса, выхода из внутреннего противоречия. А я напомню, что внутреннее противоречие или внутренний конфликт, это конфликт между своими двумя потребностями. Первая потребность это ваша искренняя потребность, а вторая потребность это ваше убеждение, где вы с одной стороны говорите, я этого не хочу, потому что это не мое, а с другой стороны, если я откажу, то я плохая. И вот вы терпите. Вот вам два противоречивых тенденция. Я не хочу, но если я откажу, я плохая. Вот внутренний конфликт. Они я хочу и не хочу. Внутренний конфликт это я хочу одно противоположного. Например, я хочу поговорить, но не хочу говорить, потому что это может повлечь какие-то недопущения. Опять же, всем управляет ваше недопущение. Вот этот момент очень важен. Итак, это было первое. Это про одиночество и кризис. Еще одно важным элементом является принятие решений. Это человек не хочет пожалеть. Пожалеть. И человек опять же говорит, старая модель не работает, или она уже наладан, дышит эта модель, и человек говорит, я не могу принять решение, потому что вдруг я пожалею. Но вот это еще одна такая смешная иллюзия у людей. У них есть такое представление, что они не должны пожалеть, или что если не пожалеют, это плохо, или что они не должны как-то пожалеть и разочароваться. Ну вот давайте пойдем в наши с вами парадигмы. Ну давайте представим, что вы разочаруетесь. Ну и что? Ну представьте себе это. Ну возможно я пожалею, что я купил или не продал акции. Ну я пожалел. Ну пожалел и пожалел. Ну да, бывает. Вот это очень важный момент такой. Вы должны представить себе то, что вы можете пожалеть. Вы должны представить себе, что вы можете сказать, да, я ошибся или я ошиблась и я не сделала что-то или сделала не так. Я пожалела об этом. Ну в этом и есть моя жизнь. Такое бывает в жизни. То есть не нужно жить так, чтобы не пожалеть. Вот это очень важно. Давайте это тоже зафиксируем, потому что если вы будете жить так, чтобы не пожалеть, то вы опять же откладываете принятие решений. вы опять же откладываете новые формы поведения, которые влекут к новым результатам. И вот эта история только бы не пожалеть, она заставляет людей длительное время пребывать в таком вяло текущем никаком состоянии, потому что старое уже не нравится, там много эмоций, срыва всяких и так далее, но новое делать не могу, потому что боюсь пожалеть. И здесь я вот к этим людям хочу обратиться, и я уже говорил об этом, недавно постил даже в инстаграме это видео про мотивацию, понимаете, возможно, вы пожалеете, но представьте себе, что будет с вашей жизнью, если вы не будете пробовать новых поведенческих моделей, что будет тогда, если вы оставите все как есть. представьте себе, что вы оставили все как есть, и как тогда дальше оно будет складываться, оно будет точно так же, с постепенным нисходящим трендом таким, да, но вот и все. Да, возможно, я пожалею, да, возможно, мне будет непросто, да, возможно, я буду неопределенности, да, возможно, мне придется преодолевать какие-то нестандартные новые для себя ситуации, но это и есть те действия, которые называются жизнью и вырабатывание новых результатов жизни, но если я буду все время говорить жить так, чтобы не пожалеть, чтобы не ошибиться, чтобы не разочароваться, ну, тогда это не жизнь, а какое-то непонятное существование. Следующий пункт, который мешает людям принимать решения, это тоже такая частая проблема, это история, что человек хочет принимать такие решения, человек хочет так действовать, чтобы понравиться, чтобы эти решения были одобрены, чтобы эти решения были поддержаны, да, и вот это понравиться и быть поддержанным, это еще один гвоздь к преодолению кризисов или к преодолению проблемы принятия решений. потому что мы прекрасно знаем, что что бы вы ни делали, как бы вы себя не вели, люди разделятся на три категории, красный, желтый и зеленый. Красные это вас поддержат, красные это вас будут троллить и вас не понимать, это будет 25%, зеленые тоже 25% вас поддержат в любом случае, а остальные 50% это желтые, которым абсолютно все равно, черт побери, да? И вот я хочу, чтобы вы здесь это поняли, что попытка, вот как только человек сам себе продает историю, что мои решения или мои действия должны нравиться, раз, не должны быть осужденными, осужденными, два, должны понравиться и быть поддержанными окружающими, три, все, он ставит себе стоп и блок на принятие решений. А что плохого в том, что кто-то вас не поддержит в вашем решении? Ну, кому-то подходит, кому-то нет, кому-то нравится, кому-то не нравится. Что в этом ужасного? Это нормально. В этом нет ничего грандиозно необычного. Вы любите мандарины, кто-то любит яблоки, у вас разные вкусы. Вы же не едите яблоки только потому, что если вы будет есть мандарин, тому, кто ест яблоки, он скажет, что ты ешь мандарин. Нет, есть, конечно, такие люди, которые будут давиться яблоками только потому, что если человек, который любит яблоки, увидит, что вы едите мандарин, он о вас типа подумает плохо. Ну, давайте представим, что вы будете есть мандарин, а он яблоки, И он скажет, фу, ешь мандарин И что? Если человек скажет Ой, ты ешь мандарин и я с тобой не хочу общаться Возникает вопрос, зачем вам такой человек Но если человек готов отказаться от вас Готов с вами перестать дружить Взаимодействовать только лишь потому Что у кого-то разные вкусовые предпочтения Но как бы возникает вопрос, да? Зачем вам тогда такие люди нужны? Ну, смысл тогда в чём? И вот здесь будут все ответы на все вопросы Идём с вами дальше Когда у человека есть ворох таких вот недопущений И понравиться, и не пожалеть, и одиночество Невротический механизм работает очень интересным образом Это сейчас касается именно вот таких психологически защитных Невротических механизмов Работают они так А в клинике неврозов имени Бехтерева Это называется уход в болезнь Не отвлекайте меня вопросами, пожалуйста А это называется уход в болезнь Все вы слышали такую фразу Вторичная выгода симптома Или функция симптома Эту фразу принёс ваш покорный слуга В интернет-пространстве ещё в начале 2012 года Когда начал говорить о неврозах И слово вторичная выгода симптома Прозвучало именно от меня Значит Я объясню, откуда это Это не я придумал Это клиника неврозов имени Бехтерева И патогенетический подход Смысл заключается в том Что когда человек не способен принимать решение Или когда у человека есть вот такие вот убеждения Или недопущения Которые, соответственно, мешают ему принять решение Нужно определённым образом Переключить доминанту в головном мозге И бессознательно оправдаться Например, самый типичный момент Вторичная выгода симптома Это откладывать принятие решений Например, человек может себе рассказать такую историю Поскольку я больна в СД И поскольку у меня невроз Я подожду Пока не вылечусь Или Пока я себя плохо чувствую Я эту тему отложу в долгий ящик И вот здесь начинается вся проблема Но, предположим, у девушки есть проблема с парнем Предположим И у неё есть ряд убеждений И недопущений Которые мешают ей принять решение И двигаться в новые модели Вперёд из песни Поскольку это затягивается Это вызывает огромное напряжение И она уходит в болезнь, так сказать В который она верит Потому что это помогает ей Как бы переключиться с истинной проблемы На Поиск в себе заболеваний Таким образом, бессознательно Она откладывает принятие решения Поскольку она не может его принять По уже понятным обстоятельствам Недопущений И вот люди начинают исследовать Сердце, лёгкие, кишечник, онкомаркеры Значит, функцию дыхания ЭГЭ, сосуды Капать перецетам Я не знаю, что-нибудь там Да, там БАДы принимать И проблема в том, что это не может быть вылечено Потому что базовая её психологическая проблема Связана с тем, что она в жизни живёт той Простите, масломасленно Она в жизни живёт той жизнью Теми обстоятельствами Которые для неё болезненны Но как из них выйти Она не понимает И она по этому поводу беспокоится Возникает соматизация Фразумируется вторичная выгода Смещение акцента доминанта Все поняли это? Точно так же бывает так Когда человеку стыдно принимать какое-то решение Он говорит, знаешь, брось меня Я так заболел Я тяжело заболел Брось меня, брось Я больная, брось меня Или начинают доводить человека Чтоб он сам бросил Потому что принять решение самому страшно Потому что принять решение Не получается И люди уходят в невротические ипохондрии В невротические функциональные состояния Вот это всё Для того, чтобы откладывать принятие решения Либо провоцировать на решение другой стороны Потому что собственное решение невозможно Конечно, во вторичной функции симптомы Есть такая очень тоже доминирующая частая история Как привлечение внимания Это происходит тогда, когда человек в жизни нуждается в сверхценных потребностях Это внимание, забота Потому что для него это трансляция безопасности Почему? Потому что если у него в моей жизни не будет Это недопустимо Потому что если у него не будет в моей жизни Я не выживу одна Потому что он суженый-ряженый Потому что он должен быть один Потому что лучше не найду Потому что Потому что вообще я так привыкла просто И вот эта вся сказка Рассказывается в таких кошмарах Что если вдруг он куда-то свалит Катастрофа Просто лютая жесть будет Недопустимая И вот тут начинается ситуация Где человек начинает трактовать поведение партнера Как меньше внимания Меньше любви Так сказать Меньше заботы И человек начинает переживать Поднимается тревога Потому что человек начинает хронически ощущать небезопасность Поняли, да, опять почему? Потому что человек говорит Если Ну, в голове как происходит Если он уйдет То я все Я кончусь Понятное почему Тогда у человека тревога Потому что человек может там Устать Еще что-нибудь Там Какие-то личные вопросы Там Или просто действительно Он там Перестал уделять внимание Но для человека это крайне болезненно Опять же Из-за недопущений И человек начинает Значит Панические атаки Кардиофобия Хождение по врачам Прикладывание градусников Тонометров Скорые Чтобы удержать человека Рядом с собой Ведь от больной жены не уходят Больную девушку не обижают И не бросают И таким образом Формируется подкладывание понятий Да Что Я не могу принять решение И поговорить о беспокоящем Меня Факторе Например Ты знаешь, если честно У меня есть Такое тревожное чувство Что ты остыл и охладел ко мне Потому что последнее время У меня есть такая интерпретация Что ты как-то дистанцируешься от меня Мне от этого тревожно Может быть поделишься с чем это связано Примерно такие диалоги Многие не способны И боятся их Опять же Почему они их боятся? Они их боятся потому Что они не могут допустить Мы вообще не идем на диалог Откровенный Потому что мы боимся Допустить Негативных последствий Мы не идем к начальнику Мы не идем к жене Мы не идем к мужу Мы не начинаем говорить Откровенно Только лишь потому Что мы боимся Что нас уволят Или что нам скажут Да, действительно Я тебя разлюбила Или да, действительно Мне не нравится Или да, действительно Ты знаешь Нам надо расстаться Да, действительно Я сам что-то Последнее время понимаю Вы не хотите услышать Этих слов Потому что для вас Это недопустимо И чтобы не слышать Этих слов Вы начинаете Либо играть в поддавки Обманывая себя Либо болеть Либо как-то Приспосабливаться Странным невротическим образом Только бы не услышать Недопустимых вещей Опять же Все Про одно и то же А почему ты так Не можешь допустить Это Конечно Бывают такие кейсы Когда девушка Абсолютно Ну как бы Депривирована Социальными навыками Конечно Ее тревога Понятна Но что я имею ввиду Я имею ввиду Тогда Когда девушка Не умеет Работать Не имеет Профессии Не имеет Образования И Привыкла Сидеть дома Так сказать Замужем А тебе представьте себе Что она выстроила Такую зону комфорта И вдруг Пошло что-то Не так Конечно У нее тревожка Поднялась Высокая Ну понятно Что биология Это барабанец Словами Если он Сейчас свалит И если сейчас Все это Накроется Значит Медным тазом То Ну Наша Зина Понимает Что она Одна Как-то Не очень Да И вот Тут Начинается Вся Катавасия Что действительно Зина Говорит Да Действительно Если я Останусь Без него Я одна Не умею Зарабатывать Я вообще Много Чего не умею Для таких Зин Когда Вот такие Зины В терапии Встречаются Прям совсем Фрустрированные Да Ну я бы Сказал так Прям совсем Депривированные Я бы даже Так Наверное Выразился Да Но У таких Зин Две тактики Как бы В жизни Дальше Либо найти Человека Который Опять же Возьмет На себя Эту функцию И с одних Костылей Перепрыгнуть На другие А кстати Многие девочки Они так и делают Они тянут 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 Потому что на костылях Уже не ходят Они разваливаются Да Или костыли Уже ноют И они принимают Решение Только тогда Когда новые Костыли находят И говорят Очень быстро Как-то перепрыгивается Без тревожки Раз из одного дома В другой дом Как переходящее Красное знамя Потому что без Беды этого знамени Не можем И Вот это проблема То есть Первый вариант Это найти Второе Переходящее знамя С одних Костылей На другие Либо Воспитывать В себе То Как я буду Жить Если случится Это 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 И это И вот эти Фундаментальные Навыки И вещи Их нельзя Знаете На психотерапии Просто так вот Щелкнуть пальцами Научить Научить Человека Самостоятельно Ходить в магазин Покупать Принимать решения Засыпать Просыпаться Это целая жизнь Это целые Поведенческие Навыки Ансамбль Такой Поведенческий Причем Очень часто Знаете Я вот за свою 12-летнюю практику Встречал Таких Женщин И Они Были Уверены Что им Будет Безумно Страшно Сложно Ужасно Они Не Справятся Но Оказывается Что Не такая уж Она Инвалид Да Первое Время Было Неприятно Некомфортно Одной И Самостоятельно Но Потом Как-то Она Очень быстро Потом через пару месяцев И это И это Научилась А потом Познакомилась Еще с какими-то людьми И все Она как-то Через Какое-то время Нормализовывалась То есть Большинство Вот этих Иллюзий Про то Что вы Одна Не сможете Или вы Не справитесь Это все-таки Больше иллюзии И больше страхи Если вы будете Действовать Если вы будете Жить Адекватно И не будете Там Запираться Дома То в большинстве Случаев Вопросы Решаемые Нужно просто Время И объем Поведенческого Опыта Вот и все Следовательно Идем дальше Вот Про вторичную функцию Симптомы Закончу Говорят В Бехтерево Следующим образом Есть такая фраза Дарит симптом Пациент Дарит Невротический Симптом Так сказать Доктору Когда он Он уже Ничего Не решает Что имеется Здесь Ввиду Здесь Имеется Ввиду То Что когда У пациента Есть Отложенные Решения Получение Решения То есть Он Пациент Должен Научиться Сам Делать То Что делает За него Симптом Ну Например Если с помощью Симптома Она Получала Любовь Поддержку И заботу То Она Должна Научиться Об этом Говорить Она Должна Ее Либо Получить Либо Как-то С этим Договориться Но Уже Не В рамках Симптома А В рамках Собственных Поведенческих Механизмов Если Человек С помощью Симптома Откладывал Принятие Решения Тогда Ему Придется С собой Договориться По поводу Принятия Решения Может Быть Он Его Варианта А если Так То Так А если Так То Так А если Так То Так И начнет Действовать Если У пациента Просто Есть Какие-то Психотравмирующие Эмоциональные Реакции На какие-то Обстоятельства То Он Не Прикладывает Что Я Буду Решать Когда Выздоровлю Он Просто Начинает Над этим Конкретно Работать Не Перекладывая На Экстрасистов Тахикардии Куком В горле И так Далее Вот Тогда Когда Человек Сам Своими Руками Начинает Решать Эти Вопросы Его Симптом Ему Больше Не Нужен Он Ничего Больше Не Решает Привлечение Внимания Больше Не Нужно Невротическими Жалобами Потому Что И так Уже Все Обсудили Про Внимание Получили Какую-то Заботу Поддержку Например Моя Клиентка Одна Начала Говорить С мужем А Муж Какие-то Регулярные Ей там Пикники Подарки И знаки Внимания Ее сразу Отпустила Знаете Потому Что Симптом Мне Больше Не Нужен Когда Люди Начинают Четко Понимать Что Вот Это Моя Болезнь Это Уход От 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 Разговора Уход От Решений И Они Берут На Себя Эти Задачи Может Быть Не Сразу Может Со Временем Может С Поэтому Принятие Решений Вот Тот Тем Большой Который Я Решил С вами Обсудить Это Фундаментально Важно Ну Естественно Как Вы Сами Видите Недопущение Оно Фатально Важно Во всех Ипостасиях Невротических Вопросов И Расстройств Что Еще Про Недопущение Вот Будут Ли Вопросы Поэтому На самом Деле Вот Здесь Все Тут Не Сложно Все Не Сложно Да Главное Понять Что А что Я Не Могу Допустить Что Меня Сдерживает Вы Если Начнете Этому Просто Придавать Большее Внимание То Вы Гораздо Больше Начнете Понимать Как Вы Сами Управляетесь Вы Что-то Не Делаете Или Вы Боитесь Или Вы Откладываете Потому Что Вы Что-то Не Можете Допустить Подумайте Что Давайте Пойдем Дальше По поводу Принятия Решений В Невротических Расстройствах Как Я уже Говорил Выше Мы Очень Сильно Боимся Начать Действовать Или Говорить Потому Что Боимся Какого-то Негативного Последствия Выпишите Это Негативное Последствие Выпишите Просто Эти Негативные Последствия Например Если Я Начну С ним Разговаривать Он Обидится Если Я Начну Значит Этот Разговор Он Действительно Скажет Что Я Тебя Не Люблю Или Если Мы Начнем Этот Разговор Мы Разъедемся Расстанемся Ну Допустим Так И Будет Что Тогда И Давайте Посмотрим На это Объективно В чем Плюсы А Вы Уже Знаете Что Вам Тревожно Тревожно Только Лишь Потому Что Вы Утратили Поведенческую Модель Давайте Небольшим Бонусом Про Вашу Любовь Вот Многие Рассказывают Про Любовь Вот Эти Сказочники С Розовыми Единорогами Они На них Там Скачут Рассказывают Про Любовь Значит Интересная Штука Человек Значит Влюбляется Бьет себя Кулаком В грудь Говорит Я люблю Тебя Зина И Она Кричит Я люблю Тебя Коля У них Любовь 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 Не разлей Вода Они Женятся Заводят Детей И Через Три года Люто Друг друга Ненавидят И Отсуживают У друг друга В животе Вся Вот эта Штука Она Связана С тем Что Человек Как я уже Говорил выше Испытывает Определенные Потребности В Принятии Понимания И у Каждого Человека Есть Некоторый Такой Образ Психологических Потребностей Это Касается Внешности Это Касается Поведения Вообще Там Такой Целый Портрет Сексуальный И Когда Совпадает Внешнее Психологическое Внешний Фактор Психологический Комфорт Сексуальная Жизнь Для Человеческого Мозга Это Такое Уникальное Совпадение Это Такое Уникальное Эмоциональное Состояние Которое Вызывает Очень Серьезный Ряд Нейрохимических Реакций По Которым Вы Потом Скучаете Скучаете Вы не по человеку Скучаете Вы именно По этому Ощущению То есть Мозг Скучает Не по человеку Мозг Скучает По ощущениям Вот это Очень важно Понимать Соответственно Когда Вы Говорите Я не могу Принять решение Я не могу Что-то делать Потому что Я помню Эти реакции Которые были У нас С ним Когда-то Или с ней Вы должны Четко Отдавать Себе Отчет Что Человек В какой-то Промежуток Времени Совпал И закрыл Ваши Потребности И у вас Случился Эмоциональный Аффект Или Эмоционально Гормональный Такой Вот Всплеск И вы Это назвали Любовью К сожалению Потому что Априори Понятно По стопроцентному Умолчанию Что этого Всплеска Будет Конец Потому что Нейрофизиологический Сплеск Не бывает Всю жизнь Всю жизнь Бывает Другое И это Никакого Отношения К всплеску Не имеет Потом Об этом Поговорим И вот Вы говорите Я не могу Принимать Решение Потому что Этот всплеск Был И я больше Такого всплеска Не встречу Ну Давайте Об этом Поподробнее А кто Вам это Сказал Вы просто Боитесь Да И Если посмотреть Правде В глаза То Вы уже Давно Например Разошлись В взглядах Разошлись Во мнениях Разошлись В каком-то Там Во всех Многих Нюансах И вместо Того Чтобы Обсудить И двигаться Дальше Либо Обсудить То Что Случилось И двигаться Дальше Вы боитесь А вдруг Я не найду Что-то Похожее Знаете Сколько У меня Было Случаев Когда Человек Бился Они попадали Ко мне На прием На терапию После Расставания И вот Человек Свято Верит Что Все Больше Такого Не встречу Я хочу Вам всем Объяснить Что Вы боитесь Не встретить Не такого Вы боитесь Не испытать Таких Чувств И вот Здесь Вся Проблема Вы Такие Чувства Испытали Потому Что У вас Есть Определенные Потребности Которые Человек Закрыл В единицу Времени То есть Проблема Не в том Что Вы Не встретите Такого Же Вы Такого Же Точно Не встретите Да Потому Что Обзинаков В жизни Не бывает Вы Боитесь Что Вы Не испытаете Таких Же Чувств А Эти чувства Связаны С тем Что Вы Говорите А вдруг Я не встречу Человека На земле Который Закроет Мои Потребности А сейчас Давайте Повнимательнее А вы Серьезно Считаете Что Люди Не могут Закрыть Ваши Потребности Что У вас Такие За Потребности Космические Которые Не сможет Закрыть Еще Там Пару Сотен Человек При Вашем Желании Потребность В общении Потребность В заботе Потребность Сексуальности Потребность В поддержке В принятии И так далее Есть такие люди И немало Просто вы не хотите Этого принять И понять Что на самом-то деле Вы скучаете Не по человеку А вы скучаете Вы говорите Вы знаете Алексеевич Я рассталась с Колей И я помню Как три года назад У меня были такие Эмоциональные состояния И я боюсь Что я не встречу Человека Который закроет Мои потребности Я говорю А что у тебя За потребности Такие гениальные Она говорит Ну он меня понимал Я говорю Ага Еще что Ну он меня Поддерживал Я говорю Хорошо Еще что Он Заботился Я говорю Прекрасно Что еще Он Удовлетворял Мои сексуальные Вещи Я говорю Прекрасно Еще что Он хороший Я говорю А что Извешиваешь Перечисленного Ты называл Такого уникального Что нет У ряда Других людей Она такая Сидит Говорит Ну вообще Уникального Ничего Просто мне Это нравилось Я говорю Так в чем проблема Проблема В уникальности Или проблема В том Что ты просто Как бы Переживаешь По этому поводу Вот я и хочу Чтобы вы Перестали себя Обманывать И чтобы Вы начали Отдавать Себе Отчет О чем Вообще Идет Речь Вот это Очень важно И конечно же Печально Когда Вот Из-за таких Интерпретаций Люди Порой Уходят В депрессию Что такое Уход в депрессию После расставания Вы уже поняли Наверняка Человек Человек Нарисовал Себе Такую Сказку Что вот Только один Человек Он вообще Не понимает Что это связано С потребностями Закрытыми Потребностями Он думает Что это Проблема В человеке То есть По логике Вещей Проблема В человеке А по логике Физиологии Проблема В том Что Просто Убрали Человека Который Закрывал Потребности Таких людей Может быть Немало Сейчас я Об этом Поговорю И человек Действительно Как депрессирует Себя Что такое Депрессия В отличии от Невроза Депрессия Это тогда Когда человек Не побоюсь С этого слова Идиотически Вот этот Человек Это его глаз И он смотрит На свое будущее Простите меня За выражение Глупо Что он делает Он смотрит На свое будущее Через какого-то Человека То есть У него В будущем Его будущее Это всегда Связано С каким-то Человеком Да Предположим Это парень Или работа Неважно Вот у него Есть такое Видение Будущего Да А потом Представим Что у человека В дух Он пропадает Или вы боитесь Что он пропадет Вот откуда У вас возникает Жесткая ситуация У вас возникает Обрыв Вы не видите Будущего Внимание Вопрос Вы будущего Не видите Потому что Проблема На планете Случилась Или вы Будущего Не видите Потому что Вы нарисовали Все будущее Только с этим Человеком Ответ Для многих Очевиден А для многих К сожалению Нет И они болеют Депрессией Даже самоубийством Жизнь заканчивают Только лишь Потому Что у человека Есть убеждение Что мое будущее Оно всегда Связано с этим И у него Есть концепция Будущего И когда Есть либо Угроза этому Либо обрыв Человек Действительно Попадает В ситуацию Вот такую Вот как Выглядит Депрессия Вот как Выглядит Эта проблема Понимаете Не потому Что человек Заболел А потому Что человек Действительно Не видит Будущего Но не потому Что у него Глаз нету Знаете ли А потому Что он Не хочет Черт побери Видеть Будущее Альтернативно Вот так Он не хочет Мои дети Моё будущее Я говорю Ну это прекрасно Звучит Классно Звучит Классно Правда Дети Смысл Моей жизни Мой муж Смысл Моей жизни Звучит Красиво Но я знаю Что в этом В этом В этой фразе Кроется Фундаментальная Катастрофа Потому что Если вдруг Не приведи Планета С детьми С мужем С собакой Что-то Произойдет Я знаю Что будет С этой Клиенткой Будет Лютый Ахтунг Никогда Не продавайте Себе Историю Что это Смысл Вашей жизни Потому что Вы таким образом Подписываетесь На депрессию Или на Тревогу Если Это смысл Вашей жизни И безопасность И вдруг Этому Начинает Что-то Угрожать Вы становитесь С невротиком Тревожным Когда-то В 2006 Году Я столкнулся С паническими Атаками Если Эту Концепцию Взять За Модель У меня Будущее Было Такое Управляющий В ресторане Успешный Вывевший Ресторан Из минусов Плюс Значит Такой-то 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 Менеджер И когда У меня Начало Не получаться В 22 Года Управлять Этим Рестораном Я Блять Что-то Знаете ли Заневротизировал Блять Потому что Мое видение Будущего Явно Стало Нарушаться Посмотрите Каждый Сейчас Кто здесь Присутствует Какое Видение Будущего Вы себе Нарисовали Почему Такое Я себе Потом Когда уже Там Много лет Прошло Когда я Разбирал себя Я говорил Красиков Почему Именно Этот ресторан Блять Я не мог Найти Ответ Я довел Себя до Панических Атак Я довел Себя до Лютого Блять Беспокойства Блять Простите меня Только потому Что я Сказал себе Я должен Именно в этом Ресторане Именно с Этими Людьми Именно в Этой Нише Именно в Этой Компании Как только Я себе Об этом Стал Говорить И все Пошло Значит По одному Известному Маршруту Я Вылетел В невроз Если бы Я сейчас Оказался Бы Там Я бы Сказал Себе Суши Но Попробуй С этим Рестораном Ну Не Получится Пойдешь Другой А потом В другой А потом Может вообще Тебе Перехочется И мы бы С вами Не познакомились Понимаете Но Я был Примерно Так Как вы Сейчас Некоторые Только Этот Человек Только Эта Фирма Только Эта Страна Только Это Значит Еда Только Эти Отношения Только Такая Жизнь Только Такой Маршрут Магнит Работа Дом Сюда Подтягиваем Есть такое Понятие Зона Комфорта Это оно И есть Потому что Вот эта Привычная Модель Это Модель Головного Мозга Она Понятна И вот что Произойдет Если эту Модель Оборвать Мы Это Видим И при Разводах И при Смертях И про Расставаниях И про Увольнениях И даже Про Карантин Соответственно Вы должны Четко Понимать Что такое Депрессия Ну В смысле Психогенная Вы Сами Себя Подставляете Рассказывая Себе Про Смысл Никогда Не Продавайте Себе Историю Что кто-то Или что-то Это Ваш Смысл Ваш Смысл Должен Выглядит Сейчас Извините Ваш Смысл Должен Выглядит Пример Да Что-то Такое Сейчас Одну секунду Здоровая История Выглядит Примерно Так Это Вы Единицу Времени И вот Заметьте Да У нас Есть Такая Моделька Вон Ваше Будущее Ну Это Временной Континум Я имею ввиду Будущее Вон там Оно Да Где-то там Хер его знает И вот Невротик Или Пациент Будущей Депрессии Он говорит Я вот К этому Континуму Приду Через Вот этого Человека Нормальный Человек Говорит Вот так Я сейчас Пока Порисую Ладно Чуть Чуть Он Нормальный Человек Будущее Выглядит Вот так Он говорит Понять не имею Вот Посмотрите Разницу Когда вы Сами себе Нарисовали Что только Через этого Через нее Или через Что-то Тогда у вас Лютая проблема Но если У вас Что-то Даже здесь Пошло не так Вот Вылетел Кто-то Да На каком-то Этапе Кто-то Вылетел Нет Никакой Проблемы Потому что Вы должны Уметь Понимать Что Ваше Будущее Это Просто Череда Ваших Действий Понимаете Нет Нет Никакого Будущего Это Просто Последствия Ваших Действий Проб Попыток Проб И попыток Но если Вы пытаетесь Нарисовать Себе Историю Только Вот так Тогда Не удивляйтесь Почему У вас Тревога Депрессия Нет Никакого Пути Ну Вы Че Что Вы За Люди Такие Какой Путь Блять Нету Пути Никакого Нет Никакого Пути И не было Никакого Пути Вот У тебя Есть Сейчас И у тебя Сейчас Как в сказке Налево Пойдешь Направо Пойдешь Никто Не знает Что Ты Выберешь Нет Никакого Пути Это Всегда Комбинация Я Из Многомиллиардных Совпадений Нет Никакого Пути Вот Нет Никакого Пути В Жизни Есть Звук Во Времени Путь А в Жизни Это Просто Череда Разных Выборов А вы Все Про Какой То Путь Но Самое Стремное Это Когда Как раз Такие Люди Вот Так Себе Рассказывают Вот Это Самое Страшное Это Мой Смысл Жизни Задумайтесь Сейчас Каждый Здесь Присутствующий А кто У вас Через Кого Вы Видите Будущее А потом Задайтесь Вопросом Почему Вам Тревожно Потому что Вы боитесь Это Потерять И Знаете Что Если Вы Это Потеряете Вы Будущего Просто Не Видите Потому что Вы Не Можете Это Допустить А Если Помогли Это Допустить И Видеть Будущее Альтернативно Со Словами Хрен Узнает Как Оно Будет Будет Другой Человек Буду Стараться Найти Другого Человека Буду Стараться Найти Другую Работу Может Понравится Даже Больше И Я Говорил Об этом И Закончил За 12 Летнюю Практику Знаете Сколько Людей Приходило В таком Состоянии Говорили Все Петя Значит Ушел На Работе Уволили Все Катастрофа Алексей Полный Пипец Вот В таком Состоянии Приходили Проходило Полгода Человек Говорит Вы Знаете Я Так Рада Что Мы Расстались Тогда Потому Что Я Сейчас В таких Новых Отношениях Они Такие Интересные Такие Яркие Я Говорю Ты Помнишь Что Ты Мне Несла Полгода Не Не Вспоминайте То же Самое Приходили Ко Мне Люди Которых Уволили Все Это Была Единственная Работа Я На Нее Ставил Все Ставки У Меня Там Была Карьера Я Больше Не Найду Там Такой Был Коллектив Ла 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 Проходит Несколько Месяцев Я Так Благодарна Кризису И моего Увольнения Потому Что Благодаря Этому Я Наконец-то Начала Работать На Себя Я Наконец-то Начала Понимать Что Я Могу Работать Из Дома Я Наконец-то Поняла Что Я Могу Еще И Этим Заниматься Я Сейчас Наконец-то Там По Мозгам Никогда Не Видьте Своё Будущее Через Кого-то Видьте Его Многомерно Да Ничего Плохого Нет В том Что Вы Сейчас С кем-то Вместе Но Вы Должны Сказать Я Не Знаю Сколько Мы Будем Вместе Возможно Этого Человек В моем Будущем Не Будет Вы Должны К Этому Относиться Во Всяком Случай Трезво Самая Страшная Потеря Это Потеря Ребенка В Клинической Психологии Почему Ну Потому Что Потеря Ребенка Это Очень Сильно Зацикленная Доминанта На Будущее Все Это Понимают Что Именно Ребенок Для Родителей Является Моделью Будущего Поняли Да Это Именно С этим Это И Связано Потому Что Именно Ребенок Является Моделью Будущего Поэтому Когда Человек Теряет Ребенка У Него Обрывается Будущее Поэтому Это Самое Страшное Особенно Если Это Родители Которые Сказали Что Это Смысл Их Жизни Поэтому Я Вам Очень Рекомендую Философски Отнестись К тому Что Дети Это Это Часть Вашей Жизни Муж Это Часть Вашей Жизни Работа Это Часть Вашей Жизни Собака Это Часть Вашей Жизни Какие-то Обстоятельства Это Часть Вашей Жизни Но не смысл Потому что если это часть вашей жизни То при утрате ее вы как-то справитесь, найдя другие части Если это смысл и единственное видение будущего То при утере этого вы теряете смысл Вот еще один ответ на вопрос, почему многие беспокойства Они боятся потерять кого-то или что-то, через что они видят будущее Опять же, повторяюсь Потому что вы что-то не можете допустить Все очень несложно здесь, да? Всем это понятно? Нет никакого смысла И не было никогда Смысл в том, чтобы пробовать Смысл в том, чтобы прожить отрезок из точки А в точку Б И попытаться сделать это интересно Разнообразно Ярко Интересно И все Нет никакого другого смысла Абсолютно Есть просто попытки А вот когда мы начинаем рисовать себе Вот в эгостенциальном транзактном анализе Точнее, это вот рассказывается Вот этот сценарий жизни Это вот оно и есть Вот нарисовала себе Значит там Люси сценарий жизни И все, что отклоняется от его сценария Вызывает у Люси жуткую тревогу Или все, что угрожает сценарию жизни Вызывает лютую тревогу И вот это проблема Поэтому никогда не пишите себе сценарий Как лучше это делать? Кстати, про сценарий Про планирование Ну смотрите Значит Нет ничего плохого в планировании Вот это вы Это будущее некое, да? Есть одно правило По работе со сценарием Оно гласит Чем дальше перспектива Тем больше набросок Чем ближе перспектива Тем больше деталей Еще раз Чем дальше перспектива Тем больше набросок Чем ближе перспектива Тем больше деталей Поясню Когда вы что-то планируете Например в горизонте один день То вы можете детализировать свой день Там например по часам, да? Когда вы планируете свой день В горизонте месяц Примерно по дням Когда вы планируете свой день на год Примерно Вот понятно как Когда на 3 уже идут какие-то очертания. Ну, где-то там примерно. То есть, с каждым шагом вашего планирования у вас всё больше и больше формируется лёгкость наброска. Например, это 20 лет. Вот 20 лет – это очень-очень приблизительный набросок. А завтра – это более чёткий план. При этом всём вы должны допустить, что к этому всему вы будете идти не прямо, а будете идти разными путями. И, возможно, где-то они будут отклоняться от вашего привычного маршрута. Поэтому никогда не рассказывайте себе, что через 20 лет... Потому что, чем жёстче вы нависуете здесь себе критерии... Например, вы говорите «я должна, значит, то-то, 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 то-то». А жизнь так повернулась, что у вас не получается именно эти критерии выдержать. Но есть ещё масса других критерий, тоже прекрасных, интересных и радужных. Или у вас не получается сохранить отношения именно с этим человеком. Но если вы расскажете себе, что именно с этим человеком, вы будете в неврозе. Потому что у вас альтернативы нет. Вообще, когнитивная терапия Арана Бека очень часто оперирует словом «альтернатива» или «гибкая альтернатива». Вот гибкая альтернатива в когнитивной терапии применяется также ко всему. Это всё то же самое. Ничего нового. Но если через 20 лет не Петя, а какой-нибудь Вася, а что-то взяла, что Вася хуже, чем Петя. Они просто разные. Но если в жизни так случится, что это будет не Петя, а Вася, ну, может быть, да. То есть, чем жёстче мы рисуем себе, как должно быть, тем меньше мы наслаждаемся в процессе. Потому что вся наша доминанта и вся наша тревога – достичь этого. Вместо того, чтобы кайфовать в процессе, мы пытаемся достичь именно этого. И очень часто, достигая этого, мы грустим. Потому что упустили огромное количество здесь вариантов. А просто нарисовали себе когда-то, что должно быть именно так. Но у меня много было пациентов, которые достигли вот этого. Это касается денег, это касается домов, машин. Достигли они денег, домов и машин. Сели они в них и сказали, а жизнь-то как бы была очень интересная, разнообразная. Где она? А её нет. Потому что в доминанте только одно, только так. Это же самое касается убеждений. Вместо того, чтобы принимать решения по ходу ситуации, вместо того, чтобы работать с недопущениями и пробовать, 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 пробовать и пробовать, мы начинаем рассказывать себе какую-то историю, как должно быть. И никак иначе. И страдаем сами от этого. Сами себе придумали, как должно быть. Сами себе рассказали, как должно быть. И сами от этого страдаем. Возникает вопрос, зачем. Непонятно. Вот примерно то, что я сегодня хотел вам рассказать. Подводя итог про принятие решений. Вами управляет только то, что вы не можете допустить. Это фундаментальная вещь, без которой очень сложно заниматься управлением своей жизнью, управлением эмоциями и терапией неврозов. Потому что именно на списке недопущений будут базироваться все проблемы, которые могут быть связаны и с решениями, и с допущением различных последствий, и с пожалеть, и не понравиться. И, соответственно, чем жестче ваше недопущение, тем больше либо бездействия, либо перекладывания на болезнь, на обстоятельства, либо просто затягивания. Поэтому, чем больше вы будете задаваться самому себе вопросом, а почему я этого так не могу допустить? А действительно ли так ужасно, если? А как я буду действовать, если? Ну, давай допустим так. И что? А чего ты сейчас боишься с ним поговорить? Что ты боишься допустить? Я боюсь, что мы расстанемся. А почему для тебя это так недопустимо? Ответ будет один. Потому что для меня это непривычная форма поведения. Непривычная форма взаимодействия. Спасибо вам за встречу. Мы продолжаем. У нас с вами еще два урока. Я говорил, что я один урок дополню. Мы начинаем скоро точку роста. Мы начинаем разбор кейсов. На разборе кейсов будет чуть более детально. И чуть более, скажем так, прицельно по конкретным кейсам. Очень большое внимание, пожалуйста, уделите именно недопущениями. Больше с собой разговаривайте. Вообще, полюбите с собой разговаривать. Почему я не могу это допустить? Ну, давай предположим, что? Как тогда? Больше начните задавать себе вопросов, какие чувства ты испытываешь и почему. Почему я испытываю тревогу, я испытываю беспокойство, потому что я что-то не могу допустить. Что именно? В контексте нашего сегодняшнего занятия есть ли какие-то вещи, где я откладываю принятие решения? Рассказываю себе, что я больна тяжело. Рассказываю себе, что я как-то вот одна не справлюсь. Да, возможно, вам одной будет тяжело, и тут надо стратегически шашкой не махать, безусловно. Но вы хотя бы должны это осознать. И даже если вы скажете, я откладываю принятие решения, но я делаю это осознанно, все равно будет все по-другому. То есть, откладывать принятие решения не является проблемой, если отложенное решение, оно вами санкционировано. Вы говорите, я пока что отложу это решение, потому что сейчас там технически это невыгодно. Но никогда, вы говорите, я отложу это решение, потому что у меня ВСД. Понятно? Благодарю вас всех за внимание, спасибо. Увидимся с вами на точке роста, на кейсах. Буду всех ждать, ну и еще на двух занятиях нашего сезона. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста. Да, благодарю. Спасибо большое. Доброй ночи. До свидания. До свидания.